Еще в середине февраля за 1 доллар давали примерно 75 рублей. 24 февраля рубль по понятным причинам стал стремительно дешеветь. Пик пришелся на конец первой декады марта. Тогда за 1 доллар можно было купить аж почти 129 рублей. А уже 7 апреля курс вернулся примерно к тем же значениям, что были до начала так называемой спецоперации. Так что, черт возьми, происходит? Что будет дальше, чего ожидать? Об этом в сегодняшнем выпуске. Это FuryDrops, блока популярной экономики и экономической науки. Меня зовут Григорий Баженов и мы начинаем. Прежде чем я отвечу на все вопросы, хочу поблагодарить всех подписчиков, помогающих каналу. 101 платный подписчик на Boosty. Переводы на Сбер и Альфу и криптокошельки компенсировали потерю Патреона и монетизации в марте. Огромное вам спасибо. Но впереди апрель, а с ним и новые затраты. Все способы помочь каналу в описании к видео и в закрепленном комментарии. А еще подписывайтесь на мой Телеграм. Там я публикую много эксклюзивного контента. Ну а теперь курсы рубля. Валютный курс – это стоимость валюты одной страны в валютах других стран. Он определяет, например, сколько рублей стоит доллар или юань. Если в стране действует плавающий валютный курс, то стоимость валюты определяется на валютные биржи под воздействием факторов спроса и предложения. Например, в какой-нибудь стране развивается очень активно какая-нибудь отрасль. Предпринимателям нужны деньги, и они готовы предложить инвесторам хороший доход. Представим, что проинвестировать готовы иностранцы, а значит им понадобится местная валюта страны. Спрос на нее вырастет, а значит и курс пойдет вверх. Или вдруг такое. В стране растет спрос на импортные товары. Это значит, что нужно продать местную валюту и купить валюту страны, откуда пойдет импорт. Предложение национальной валюты увеличивается, ее активно продают, а значит валюта подешевеет. Или вот есть у нас страна, которая больше экспортирует, чем импортирует. Если экспорта становится очень много, то предложение иностранной валюты вырастает, и национальная валюта снова укрепляется. А еще иностранную валюту могут покупать, потому что она стабильнее, в ней можно сберегать деньги, особенно в условиях серьезной нестабильности. А еще спрос на иностранную валюту может быть связан со спекулятивными факторами. Короче говоря, на курс национальной валюты может оказывать влияние огромное количество самых разных факторов. Политические события, стоимость экспортных товаров для страны, денежно-кредитная политика национального ЦБ, и политика ЦБ стран, валюты которых считаются резервными. Короче, факторов очень и очень много. В России установлен режим плавающего валютного курса. И долгое время Центральный банк посредством интервенций только сглаживал сильные колебания. Но систематически интервенций не происходило, в отличие от той политики ЦБ, которую он проводил в нулевые. Серьезных валютных ограничений не было. То есть доллары, евро и другие иностранные валюты можно было свободно покупать и продавать, переводить за границу и приобретать иностранные активы. В таком режиме на курс оказывали влияние преимущественно фундаментальные факторы. То есть такие, которые важнее всего для курса. Для рубля такими факторами были цены на нефть и газ, а также другие экспортные товары. Почему? Потому что если цены растут, то валютная выручка экспортеров растет. Часть затрат они несут в рублях, а значит предложение валюты тоже растет. Конечно, важен был также инвестиционный климат. В России он, мягко говоря, не очень. А значит спрос на рубли со стороны иностранных инвесторов был не самый активный. Вообще важен баланс счета текущих операций. Это такой счет в платежном балансе страны, где отображаются экспортно-импортные операции. И чем больше экспорт превышает импорт, тем крепче должен быть рубль. Но, конечно, наша экономика не самая большая в мире. Рубль не резервная валюта. И спрос на доллары и евро всегда был достаточно высок, чисто по соображениям сбережений. А еще время от времени повышенный спрос на валюту предъявляли государственные органы. Минфин покупал разные валюты на рубли, чтобы пополнить фонд национального благосостояния. И, конечно, геополитическая напряженность вносила свою лепту. В общем, и здесь было много самых разных факторов. Но потом наступило 24 февраля 2022 года. После того, как началась так называемая спецоперация, на Россию посыпались санкции. В частности, были заморожены золотовалютные резервы Центробанка. Поддерживать рубль в условиях, когда многие компании уходят с российского рынка, в том числе выводя свои рублевые активы в валюту, стало невозможно в той же степени, в какой это было раньше. Рубль улетел в небеса. Стали сильно дорожать импортные товары. Когда заморозили резервы ЦБ, я сразу же сказал, выводите доллары и долларовые активы в кэш. Скоро будут валютные ограничения. При этом покупать валюту я не советовал, потому как считал, что регулятор будет прилагать усилия для стабилизации курса и в итоге можно больно обжечься. Но не все послушали. Давайте вообще вспомним о том, что ключевой мандат ЦБ не курс, а инфляция. Но если курс становится ключевым проинфляционным фактором, а возможности для интервенции перекрыты, у регулятора нет другого выхода, кроме как ввести ограничения на движение капитала. Почему так? Потому что в рамках такой нестабильности важно количество валюты внутри страны. А еще необходимо сбивать желание покупать валюту как актив от потери сбережений. Вот и ввели ограничения. Многие говорят, мол, что курс рубля это важнейший индикатор стабильности российской экономики. В целом это справедливо. В всяком случае в головах населения все именно так. Но вряд ли все дело именно в этом. И важны в первую очередь проинфляционные факторы валютного курса. И почему валютный курс сегодня вообще один из ключевых факторов инфляции? Да потому что, во-первых, перекрытые импортные каналы и так делают дорогими товары за границей. А ослабление рубля лишь усиливает эффект переноса на инфляцию. Эффект переноса это воздействие ослабления рубля на инфляцию. Во-вторых, ослабление рубля отражается на инфляционных ожиданиях, рост которых раскручивает инфляционную спираль, что только ускоряет инфляцию. Вот этот весь ажиотаж в марте, он именно про ожидание еще большего роста цен при таком-то рубле. И работа по укреплению курса это попытка остудить такие ожидания. К чему же мы в итоге пришли? Во-первых, было принято решение о продаже 80% валютной выручки экспортеров. В случае газа, в рамках той гениальной схемы его продажи за рубли, так и вовсе 100%. При этом, несмотря на падение объемов реализации ключевых экспортных товаров, цены на них выросли. И рост цен перекрыл падение объемов. В обычных условиях экспортеры продают сильно меньше валютной выручки. Почему? Да просто потому, что у них есть валютные затраты. А еще есть валютные обязательства. Ну, например, кредиты в евро и долларах. Плюс ко всему есть инвестиционные проекты, которые находятся за территорией России. И, естественно, они продавали не всю свою выручку и даже не 80% через валютную биржу. А вот такой объем продаж валютной выручки привело к тому, что у нас предложение валюты возросло. Во-вторых, импорт сильно упал и продолжает снижаться. Это снижает потребность в долларах и евро у импортеров, что также укрепляет рубль. В-третьих, нерезиденты отлучены от валютного рынка. Покупка наличной валюты населением серьезным образом ограничена. Переводы также затруднены. А на бирже валюту можно купить только лишь с комиссией в 12%. Кроме того, при покупке валюты банкам рекомендовано держать спред в размере 10 рублей от биржевого курса. При этом для импортеров спред может быть не более 2 рублей. Все это остужает спрос и, конечно, укрепляет рубль. Фактически, сегодняшний биржевой курс – это баланс между экспортерами и импортерами. И на сегодняшний день экспортеры реализуют намного больше, чем, в общем-то, требуется импортерам. Прочие агенты просто не имеют возможности сегодня влиять на курс. Одним из факторов укрепления рубля 7 апреля были также санкции против Альфа и Сбера, которые стали избавляться от иностранных активов. Если вы посмотрите на объем биржевых торгов валютой, будь то евро или доллар, вы увидите, как они серьезно выросли после 24 февраля. И как грандиозно упали после того, как стали вводиться валютные ограничения. В общем, сегодня фактически уже существует два курса. Биржевой, который отображает баланс между экспортерами и импортерами, не в пользу импортеров. И рыночный, тот, который мы видим со спредами в обменниках, которые до сих пор работают. Рыночный курс около 92-95 рублей за доллар, а биржевой 75-83 рубля. Как раз примерно разница, которая отображает спред. У рубля есть потенциал укрепляться и дальше, при таком счете текущих операций и таких ограничениях. Конечно, если не произойдет каких-то изменений дальше. Курс даже может выйти в коридор 60-70 рублей за доллар. Это такая граница поддержки, которую он легко может достигнуть. Но ситуация не будет устойчивой. Если посмотреть на опрос Банка России, который был проведен в марте, медианный прогноз это 110 рублей за доллар в 2022 году. Конечно, это значение скорректируется в сторону понижения при опросе в апреле. Все же меры предприняты серьезные. Тем не менее, среднесрочный прогноз по рублю достаточно пессимистичный. Возможно снижение объемов экспорта в силу санкционных ограничений уже введенных и тех, которые еще будут вводить. Да-да, тот самый отказ от российских нефтепродуктов, нефти и газа. Со временем и цены на сырье также могут постепенно снижаться. И это тоже один из факторов, из-за которых ЦБ и правительство вряд ли будут довольны слишком крепким рублем в моменте. Ведь будут потеряны бюджетные доходы, а не рублевые. Уже сейчас снимают ряд ограничений. Однако полностью их снимут только тогда, когда рынок успокоится по-настоящему. Рано или поздно будут ослаблены меры по ограничению движения капитала. Когда-нибудь снизится норматив по продаже валютной выручки экспортерами. Также будут увеличены лимиты на переводы. Но все это будет постепенным и достаточно длительным процессом. И закончится он только тогда, когда инфляционный риск сильно ослаблен. В перспективе необходимо, конечно, либерализовать импорт и даже ввести его субсидирование. Это необходимо просто для того, чтобы получать технологии и импортные товары в услугах экономической блокады. Уже слышны аргументы против дальнейшего укрепления по причинам бюджетных доходов. Что делать сейчас? Валютный кэш пусть остается валютным кэшем. Оставьте до поры до времени. Напоминаю, среднесрочный прогноз достаточно пессимистичный. Продать ту валюту, что на руках сегодня, вы всегда сможете. А вот купить еще долгое время будет сложновато. Нужно ли все срочно менять на рубли? Во-первых, сделать это все еще по-прежнему затруднительно. Да и переплата относительно биржевого курса значительна. Вполне возможно, что 92-95 рублей это и есть то значение, которое мы получим по итогам года. Не думаю, что на таком можно выиграть, учитывая спред. В общем, пока лучше смотреть за курсовой динамикой и внимательно следить за заявлениями Банка России. Ну, как сказал классик. Субтитры сделал DimaTorzok